Еще один вопрос, который рассматривает концепция в главе «Проблемы биоэтики» – это вот об этих несчастных меньшинствах. Вы знаете, что сейчас происходит в мире. Это какой-то кошмар. Вы подумайте. Я помню однажды, однажды подумать, а до сих пор не могу забыть, у меня ёкает под ложечкой. Знаете что? Я проспорил весь великолепнейший прием с одним и так остался голодным. Представляете? Мог бы быть на приеме бы, так в Америке помню. Он пристал, давай со мной спорить об этом, доказывать мне, что это тоже любовь, а любовь превыше всего. Представляете? Доказательство было настолько сильным, что я подпрыгнул от ярости. Эта ситуация сейчас налицо. И обратите внимание, как законы, государственные, юридические законы, следуют или являются обусловленными, являются нашими страстями человеческими. Вот посмотрите, был Советский Союз. Это каралось законом. За это сажали в тюрьму. Правда, я помню, подвозил одного врача, женщина, говорит, что вы, кого там сажают? Ко мне приходит полно этих. Всё это, конечно, из высших сфер. Их никто не сажает. Сажают там каких-то мелочей. Да, но дело не в этом. Вы посмотрите, запрещалось это законами. Законами. За это судили. И, подождите, страсти победили. Как победили? Всё большее число людей, именитых, оказывалось таковыми. И меняем законы в полном соответствии с своими желаниями. И это, оказывается, касается не только юридической, светской стороны, но и церковной, не церковной. Вы знаете, что происходит сейчас на Западе, в протестантских церквах. Я не говорю о реальности жизни. Речь вот не об этом. Речь вот о церковных решениях. Я вот о чём говорю. О церковных определениях как таковых. Одна за другой церкви на Западе именно начинают уже устраивать чины, даже венчание, бракосочетание. Более того, сейчас уже дошли до, мне кажется, до грани безумства, когда таковых уже людей даже рукополагают в священный сан. Вы знаете, что наша церковь, например, сейчас прекратила диалог диалог с церковью епископальная церковь в Америке. Вот. Прервали диалог, поскольку рукоположили открытого. Не тот, который там тайно чем-то занимался. Это, так сказать, его личное дело. А тут открыто, которое человек заявляет, это всем известно. Он это проповедует. И его, пожалуйста, рукоположили во епископа. То есть, это уже, знаете, прямой вызов, если хотите. И это протестанты, которые кричат, «Соля, скриптура, только Писание!» Вы слышите? «Только Писание!» Мы им говорим, «Ну так, только Писание!» «Так, где вы нашли в Писании?» «За!» «Вы видите, сколько против!» «С какими сильнейшими прещениями говорится об этом!» «Где же ваша Соля, скриптура?» Ну, что вы! Да. Я вам скажу вопрос единственный, который здесь возникает, и на который надо дать ответ, и с которым вы встретитесь. Единственный вопрос во всей этой проблематике. Это какое? Когда человек рождается с такими свойствами. Я должен вам сказать, что в 99 случаях, в 99 процентах, ну, это правда, я не подсчитывал, естественно, но я убеждён, эти явления проистекают из развращённости души человека. Но есть действительно люди, которые рождаются по природе. Есть такие вот. Как больные люди. Вот рождаются и всё. Правда, назвать больными нельзя. Это у нас ещё пока можно в России, но скоро будет нельзя. Нельзя назвать это мерзостью скоро. Что вы! Уже на Западе, уже судили некоторых пасторов, которые заявили, что это грех, что это противно христианской совести. Судили! Вы слышите? Уже судят. Ну, и у нас это войдёт. Куда же? Мы же не можем отставать, правда же, от просвёщённого мира. Так вот, есть люди, которые рождаются с этим. Мне недавно пришлось иметь дело с матерью вот этого сына, который взрослый уже, она пожилая, и к которому обращаются, что мне сказать ему? Скажите. Я не нахожу слов. Что мне ему сказать? Да. Я говорю, но он христианин? Да, он христианин, всё. Но он говорит, это если Бог мне дал такую природу, то почему я не должен ей следовать? Представляете, логика? Ну, мой ответ, который я просто хочу с вами поделиться, может быть, и вам пригодится когда-то, вы обязательно с этим встретитесь. Мой ответ такой. Вы посмотрите, вот рождается, рождается человек очень злобный иногда. Бог дал мне эту природу, да? Я должен всех бить и колотить, и мучить? Вы знаете, рождаются люди с садистскими наклонностями, причём очень сильно выраженными. Это ужасная вещь. Как он должен к этому относиться? Если он христианин? Неужели не ясно, как? Ясно. Ясно, как он должен к этому относиться. он должен, он это ясно понимает, что это грех, что это преступление, что это болезнь, бороться с этим, а не рассматривать это, что это Бог мне дал мучить других людей, или хотя бы кошек, собак. Это Бог дал мучить, да? Ничего подобного. Вот это ложное утверждение, слышите, запомните, что Бог мне дал такую природу. Не Бог мне дал, а это является чем? родовым грехом. Вот этой болезнью, вот этим страшным изъяном, к которому человек должен относиться, так, как мы относимся к любой болезни. Если я родился со слабым зрением, я буду стараться лечить или нет? Да, конечно. Родился даже хромым, не постараюсь не сделать, чтобы ходить нормально. Что угодно это. Да, это произошло. Не надо смешивать. Бог дал. Бог даёт благо дать от того, что Бог попускает. Вы хотите? Но вот Бог не может против нашей свободы идти и против тех законов, которые являются Его законами. Бог не может. Да, вот рождаются люди с такими наклонностями, так же, как могут с садистскими наклонностями, с какими-то жестокостями, с алчностью страшной. Вот, похотливостью невероятной, в отличие, так сказать, что-то такое, как сильно выдается. Понимаете? Как он должен к этому относиться? Мы знаем. Мы знаем, как. Не Бог это даёт, а это родовой грех. И к нему мы должны относиться так, как мы относимся к греху. Вот. И в данном случае то же самое. Рождается человек-урод, терпит же, куда ж он денется? Вынужден терпеть, конечно, никуда не денешься. Никуда не денешься. Вот. Так и в данном случае нельзя оправдывать эти вещи. Самое страшное, я вам скажу, это оправдание. Один случай в Патерике так и описывает, когда, не помню, кто-то великий пришёл к монахам, и они попросили его дать им краткое назидание. Он дал очень краткое. Ни в чём не оправдывайте себя. В монашеской жизни самооправдание – это ужаснейшая вещь. Самооправдание не даёт мне возможности посмотреть на это, как на болезнь. Правильно это понять, оценить. И, главное, не даёт возможности мне тогда бороться с этим. То есть, лечить это. Не даёт мне возможность лечить. Когда у меня на носу вскочил чири, вот такой вот, а я хожу и говорю, это у меня, знаете ли, великолепная просто изюминка на носу выросла. Совидуйте, пожалуйста. Пожалуй, никто так не скажет. А все будут лечить. Так вот и здесь то же самое. Это надо принять как крест. Принимаем, мы все рождаемся с какими-то недостатками. И здесь то же самое. Главное, не Бог дал такую природу. Слышите? Нельзя утверждать этих вещей. Да, Бог дал законы бытия человеческого. Да, из горького источника течёт горькая вода. Верно? Но какого должно быть отношение к родовому греху? К этим наследственным болезненным явлениям. Каким? Так же, как к личным. С этим надо бороться, противостоять, а не развивать их. Вот это, друзья мои, очень важно. Поэтому здесь читаем. Относясь с пасторской ответственностью к людям, имеющим такие наклонности, церковь в то же время решительно противостоит попыткам представить греховную тенденцию как норму, а тем более как предмет гордости, пример для подражания. Именно поэтому церковь осуждает всякую пропаганду гомосексуализма, не отказывая никому в основных правах на жизнь, в основных правах на жизнь, уважение личного достоинства и участие в общественных делах, церковь, однако, полагает, полагает, что лица, пропагандирующие гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к преподавательской, воспитательной и иной работе среди детей и молодежи, а также занимать начальственные положения в армии и исправительных учреждениях. Жалко тут не добавлено и в церкви. Почему-то церковь опущена. Странно. Почему только в армии, в исправительных учреждениях? И в церкви, особенно сейчас перед лицом этой дикой пропаганды на Западе. Что, у нас, что ли, не может такого быть? Нужно с полной ответственностью относиться к этому и пресекать любые какие-нибудь намёки даже на такие вещи. А сколько мы уже слышали? О ком-то, может быть, это ложь, возможно, может быть, клевета, но, боюсь, так, в отношении некоторых это правда. И тогда к этому надо отнестись по всей строгости канонических прещений. Продолжение следует...